Девушки отдыхают Сегодня с северо-восточнее Будапешта войска Красной Армии овладели городом и железнодорожной станцией Гёделя. Восточнее венгерской столицы советские части выбили противника из сёл Лоц и Римац. В бою уничтожено более двух рот и три артиллерийские батареи гитлеровцев. Ставка Верховного Главнокомандования направила директиву о подключении к проведению Будапештской операции 3-го Украинского фронта частей 46-й армии из состава 2-го Украинского фронта с целью окружения и разгрома Будапештской группировки противника. 2-й Украинский фронт. На его северном фланге продолжаются ожесточённые бои в районе города Шаги. Наши 6-я гвардейская танковая и 7-я гвардейская армия продолжают продвигаться вперёд. На центральном участке фронта идут бои на линии Маргарита. Здесь ни одна из сторон не может взять перевес. 4-й Украинский фронт. Немецкая командовня продолжает наносить сильные контрудары по позициям нашей 1-й гвардейской армии. Гитлеровцы ведут бои с особым ожесточением. Немецкие пленные утверждают, что в боях ведут под угрозой расстрела. Ставка фюрера. Гитлер перенёс дату наступления в Орденских горах на один день – с 15 на 16 декабря. Принято решение о проведении в дни зимних школьных каникул, новогодних ёлок и праздников. С 1 по 10 января 1945 года во всех клубах и дворцах культуры страны пройдут утренники, киносеансы, встречи школьников с бойцами Красной Армии. При предприятиях откроются оздоровительные площадки для 45 тысяч детей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова